А мы сейчас что представляем? Я не понимаю, не снимаем это. Это будет сюжет? Это будет круто. Здрасте, а вы директор обслуживающей организации? Председатель. Председатель? Вон он. Меня зовут Валентин Геннадьевич. Так, можно сначала убрать камеру? Мы разговариваем. Нет, у нас на основании федерального закона сегодня происходит общественная экологическая инспекция. Мы проверяем состояние очистных сооружений. Вот видите, насколько они переполнены. Дышать невозможно. Я не знаю. Хоть в противогазах ходи по поселку. И самое интересное, все это течет в речку Банька. Сколько, на ваш взгляд, сейчас нужно денег на модернизацию вот этих очистных? Чтобы они были вот именно, как вы говорите, промышленными и были приспособлены для... Промышленные очистные сооружения, они от 35 миллионов стоят. Пожалуйста, зафиксируйте, что женщина называет его сумасшедшим. То есть, и вот так вот полтора года, два года, ничего не делаются, ждут, я не знаю чего. Смена сезонов. Просто вы же понимаете, что деньги просто уходят куда-то из поселка. Проект Экорейд. В Подмосковном Собурово. Здесь расположился уютный коттеджный поселок. Только посмотрите, какие классные, милые здесь дома. Какие добрые, приветливые здесь люди. Но администрация поселка их не слышит. И об экологии совершенно не думает. А это снимает телевидение, на них по-новому кидаются. Вызывайте, идите вызывайте. По-новому на них кидаются. Меня называют сумасшедшим на видео, неадекватно они зафиксированы. Да, вызывай милицию, я буду это снимать. Сегодня в центре нашего внимания очистные сооружения этого поселка. Именно на них приходят все стоги с этих красивых и уютных домов. Вот только очистные со своей работой явно не справляются. Председатель правления Козлицкий, он когда у застройщика принимал этот кооператив, он на это все закрыл глаза. Возможно, по договоренности утверждать не буду. Они решили сэкономить, извините. Решили сэкономить. Вот сэкономили и в результате это получили. То есть все идет от проектирования. Понимаете? Ну как-то же Козлицкий принял это все. Это понятно. Козлицкий принял это все у застройщика. Застройщик сэкономил. Зато он это видел. Хорошо, застройщик сэкономил. Управляющая обслуживающая организация, которая пришла сюда после того, как они были построены, собрала 451 миллион рублей. Вот что здесь было сделано за это время на 451 миллион рублей, что 35 не нашлось на модернизацию очистных сооружений. Во второй очереди есть территория, на которой находится водозаборный узел, то есть недра пользования. Там сейчас все в отличном состоянии в СЗУ находится. Только лицензии нет. А почему без лицензии вы воруете недра у государства? Но вы как сотрудник эксплуатирующей компании, вы лично к этому имеете отношение. Просто завтра можно приехать в прокуратуру, опечатать ВЗУ и затомпонировать очистные сооружения. Тогда вы воруете, вы собственники. А мы говорим, у нас есть письменные обращения 2,5 года к председателю, что сделайте лицензию, однако он нас не слушает. Письменные обращения, сделайте что-то с очистными, он нас не слушает. Нам что делать дальше? По факту можно проверить, есть ли лицензия на поиск Соборово парк на воду, находящаяся здесь на территории. Однозначно нет. Понимаете, и вот главный виновник всего происходящего, это вот Козлицкий, понимаете. Пока он еще действующий председатель, пока еще действующий. Вот вы видели все это безобразие на очистных, видите, что воруются недра природы, вода воруется. Вот, также продолжают все бездействовать. Вот госпожа вот эта, она представляется, Панова Марина, вот, говорит, что адвокат она. Она его во всем пытается прикрывать, всех запугивает, всех запугивает. Вы гарантированно проиграете, и не только мне, скриншоты многие пришлют. Уже зампрокурора Красногорска Богданова Юлия Юрьевна написала на председателя предписание несоответствия занимаемой должности. Уже его там предостережения всякие, там на него куча всего просто. И все равно продолжает свою мошенничественную деятельность. Мы продолжим заниматься кадежным поселком. Мы не дадим спуску администрации и не позволим им нарушать природу охраны законодательства. Не дадим им загрязнять реку Баньку. И если вот эти вот мини-чиновники такие думают, что все им сойдет с рук, что они могут вот так вот общаться с общественниками, что они могут плевать на мнение своих жителей, то они очень сильно заблуждаются. Понимаете, и вот эта вот шайка-лейка просто... Не, ну это видно, что вот эта Марина, она абсолютно неопытная человек. Ну да, это понятно, да. Козлицкому сказать вообще нечего, правильно? Да он просто, он под Мариной постоянно. Мы никому не дадим спуску и никому не простим то, что они сегодня творят с экологией, с природой Московской области. Экорейд. На защите ваших интересов. Субтитры создавал DimaTorzok